Добрый день, уважаемые коллеги! Разговор о электронных информационных ресурсах невозможен без характеристики той интеллектуальной и организационной среды, в которой те ресурсы порождаются и потом продвигаются по направлению пользователя. Поэтому я хочу поделиться с вами своими размышлениями о ключевых аспектах деятельности современной публичной библиотеки, перспективах развития этого социо-культурного института и основных проблем, стоящих на его пути. Возможно, кому-то мои суждения покажутся излишне провокативными, но наш семинар только начинает свою работу. Я думаю, что в течение трех последующих дней мы с вами более детально можем обсудить и проанализировать любую из обозначенных мной позиций. Чем обусловлено внимание к обозначенной проблематике? Представляется целесообразным говорить о двух группах факторов, внутренних, связанных с функционированием самих библиотек и внешних, характеризующих общественный контекст и результаты их существования и деятельности. Нарисовал, которые могли бы быть реализованы на базе, например, крупной региональной публичной библиотеки. Один – это проект аналитика, то есть это информационно-аналитическое сопровождение деятельности органов власти путем подготовки информационно-библиографических материалов. Организация тематических выставок и презентация по актуальным проблемам с учетом регионального исторического опыта современных российских и мировых тенденций осмысления той или иной проблемы, поскольку библиотека, она все-таки должна оправдывать свое ключевое предназначение, то есть быть хранителем тех или иных ресурсов и системой организованного доступа. Проект с условным названием «Власть. Интерактивное измерение», когда на базе библиотеки создается коммуникационная площадка, которая объединяет конструктивно мыслящих интеллектуалов с активной гражданской позиции, которые на базе библиотеки в реальном и онлайном режиме могут обсуждать те или иные интересующие их проблемы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова